В сегодняшнем видео посмотрим, как можно быстро, легко и, главное, красиво добавить текст на фото или на картинку. Посмотрим одно из них, которое называется Snapseed. В нем есть много встроенных шаблончиков, в которые мы только вписываем свой текст, и он уже является оформленным. Мы только выбираем стиль, который нам подходит. Можем его редактировать, уменьшать, увеличивать, двигать и таким образом оформлять свои посты в социальных сетях. И обо всем по порядку. Если у вас еще нет этого приложения, то скачать его можно, как обычно, в Google Play или в App Store. У меня оно уже скачано, я его открываю. Нас встречает первая страничка с жирным плюсом, здесь не ошибетесь. Нажимаете на плюсик, попадаете в галерею, выбираем фотографию, на которой мы будем наносить наш текст. Друзья, у меня на канале уже есть подробный обзор приложения Snapseed со всеми его инструментами. Вот смотрите, сколько у него много инструментов. Но в данном видео мы посмотрим только текст. Единственное, что мы сделаем, кадрирование нашей фотографии. Выберем квадрат, например, как для Инстаграма. И идем в инструмент «Текст». Чтобы ввести свой текст, нам нужно два раза кликнуть по самому тексту и можем ввести свой текст. Далее мы нажимаем вкладочку «Блокнотик». Здесь есть много вариантов для начертания нашего текста. Можно просто линейный текст вот такой. Увеличить, уменьшить или подвинуть его можно просто пальцами. Для линейного текста у нас есть несколько начертаний. Более жирное и более тонкое. Есть наклонное начертание. Но здесь, конечно, тексты больше подходят для латиницы. Для кириллицы у нас меняется только толщина или наклон. Дальше пролистываем. У нас здесь есть вот такие шаблончики. Регулируем тоже пальцами, раздвигаем, как нам нужно. И вот смотрите, сколько здесь много интересных, красивых шаблончиков. Не нужно ничего выдумывать, только нажимаем и редактируем. Двигаем, куда нам нужно. Еще для текста здесь есть две вкладки. Это цвет. Можем выбирать в палитре цвета. Но в данном случае больше всего подходит беленький. И есть прозрачность. Вот, например, таким образом. Еще интересная вкладка инвертировать. Но она больше подойдет для кругленьких шаблончиков. Например, выберем круглый шаблон. Растянем его. Зайдем во вкладку цвет. Здесь можем играться с цветом. Подбирать, как нам больше нравится. Мне больше всего нравится беленький. И вторая вкладка капелька. Есть интересная функция инвертировать. Вот таким образом. Теперь получается у нас картинка в кружочке. И на ней нанесен текст. И вкладка регулировки прозрачности. Но я его пока инвертирую обратно. И вот здесь такие интересные шаблончики. Нам остается только выбрать стиль, который нам подходит. И подрегулировать наш текст. Поставить его в нужное место на фотографии. И, допустим, мы закончили наше редактирование. Соглашаемся. Скачать в телефон. Нажимаем вкладку экспорт. И здесь нам предлагается либо поделиться в соцсетях, либо сохранить. Например, нажмем экспорт. Идет сохранение. Фото сохранено. Посмотреть. Заходим в свою галерею. И вот наше фото сохранилось на телефоне. Ну что ж, друзья. Вот такое коротенькое видео. Если оно было вам полезным, буду рада вашим лайкам и комментариям. Соглашаю вас подписываться на мой канал. Буду рада видеть вас на своем канале. Субтитры сделал DimaTorzok